Привет! Сегодня у нас в Детройте, я целый год уворачивался от этого жанра, но послушал Frereo 2 и подумал, да почему бы и нет. Если вам нравятся такие жанровые видосы в отрыве от конкретного трека, то ставьте лайк и напишите об этом в комментариях, тогда таких видосов будет еще больше, не одними же разборами быть сытыми, так сказать, и 200 ударов в минуту на шнепп на сегодня. И первым делом добавим пигменты, чтобы быть ближе к Моргану Фримену. Keys Car Splash. Вот этот пресет я хочу использовать, потому что это самый обычный sign bell, а мелодия будет в меру сложной и естественно с развитием. А теперь развитие. Теперь вместо того, чтобы это все набирать мышкой, мы можем нажать Tools, Dump Score Lock, Last Two Minutes. Только, наверное, на октаву выше будет звучать прикольнее. Окей, а теперь нам нужно прописать фундамент, так сказать, базу для этой мелодии. Это будет контакт с библиотекой Noir. Вот да, вот так. Только нужно чуть-чуть дать реверочка, чуть-чуть больше колора. Вот так, вот так, вот так. Вот сюда добавим еще G. Эту нотку протянем вот так вот эти нотки. Протянем как-то вот так, и это все протянем как-то вот так. Нормально. В конце у нас будет... Да, ну как-то... Ну вы поняли, что играть я не умею. Alt-S. И что тыкать мышкой я тоже не умею, вы, наверное, тоже поняли, потому что D-Sharp ткнул вместо D. И поскольку я ориентировался скорее на Freerio 2, аранжировка будет не самой минималистичной. Так что добавим пэд, чтобы было красиво и объемно из пигментов тоже. Классный пресет есть в пигментах, в пэдах. Он прямо на первом месте и звучит. Только мы возьмем нотку повыше. Вот так. И покороче все-таки. Вот так, наверное. Да, нам нужно, чтобы она успела почти полностью закончиться перед тем, как мелодия вернется на начало. И теперь добавим еще одни пигменты с еще одним пэдом, который будет играть уже заполнение, так сказать. Да. Ну как-то так. А если на октаву выше? А лучше вот так. То есть эту F-ку оставим на пятой октаве, а эти перенесем на шестую. Можно в конце, в качестве развития, поставить сюда же A. Вот так. Только пониже. Так же, как и на плаке. Прикольно. 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 С прикольным заполнением. Теперь я хочу вначале, чтобы у нас каждые восемь тактов начинались. Тин. Тун. Вот таких. Тоже таких длинных красивых ноток. И это можно найти в Электри. Например. 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 И мы накинем на них какой-нибудь шиммерочек. И вновь у меня к тебе есть малюсенькая просьба. Поставь лайк этому ролику. Ведь ты продолжаешь его смотреть, значит он тебя чем-то зацепил. Ведь если конкретно ты поставишь лайк этому ролику, то его увидит больше людей. А мне от этого будет очень приятно. Потому что поставить лайк это самый быстрый, самый простой и самый бесплатный способ меня поддержать. Так что поставь лайк. Спасибо. Ну и конечно пришло время добавить вот этот детройтовый бас. Я его возьму в аналог лабе. Types. Бас. Я себе уже отметил. Вот этот. Acid Soul. В общем-то название сама за себя говорит. Только пониже. Можем чуть-чуть... Чуть-чуть мовмента дать. Чуть-чуть убавить envelope фильтра. И тембр. Вот такое соотношение, по-моему, идеальное. Давайте пропишем мелодию. F, F и C. Да. Вот так. Только нужно нотку сверху. Давайте сверху C тоже. А здесь можно... Вот так. Да. Да-да-да-да-да. То есть просто вот этот перенес на октаву вниз, а этот разделил на два. Сейчас сразу все назовем по-правильному и скинем на микшер. Вот такая пачка у нас получилась. Я сразу все немножечко сбалансировал. И давайте подкинем ударные. К слову, полностью готовый вот этот бит из этого видео лежит уже по ссылке в описании в моем телеграм-канале. Так что предлагаю вам прямо сейчас туда перейти и подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы не потерялись в случае чего. Начнем с того, что отключим вот этот бас и займемся 808-м. Настроим ему envelope традиционно. И больше ничего с ним делать не будем, потому что он запичен на C. И пропишем его... То есть просто точно так же по мелодии. Обычно в Детройте партии 808-го такие, скажем так, расслабленные. И, в общем, мы от этого отходить не будем, так что... Нет, лучше вот так. Теперь кик. И звучать он будет типа вот так. Вот так. И вот так. Теперь невероятно сложный клэп, потому что мы его сократим лейтом, чуть-чуть крутием out, делаем стретч и играем на полтона выше. С хай-хэтом тоже подобная фигня, только он играть будет нас на F. И тоже включим ему стретч. А сыграем мы на нем что-то типа вот так, вот так, вот так. Дублируем, только уберем вот этот звучок. Вот так. Вот так. Теперь нужно настроить velocity типа как-то... Если вам кажется, что я сделал это абсолютно рандомно, то вы глубоко заблуждаетесь. Во всем есть точнейший расчет. Open Head. Ему можно включить клип и крутануть немножко буста, чтобы он стал таким немножко зажеванным. И EQ в минус, чтобы он стал позвончить капельку. Еще можем зайти в Envelope, тоже настроить ему Hold, но релиз убаивать не сильно. Чтобы небольшой хвостик у него остался. И вдобавок к этому еще атаку на LFO открутить. Amount давайте пока на максимум. Настроим скорость. Как-то так. И amount теперь убавим. У нас получился такой немножко пережеванный, переваренный. Лучше пережеванный, чем переваренный Open Head. И играть он будет у нас что-то типа на кик в первую очередь. Только вот эти звуки подлиннее. И убавим. Да-да-да, именно так. Перед клэпом последним. И вот здесь тан-тан-тан. То есть потому что у нас... Но вот этот сделаем коротким. И чуть-чуть потише. Вот. Чтобы создавать движение, ритм туда-сюда. Ну вы знаете. Все эти детройтовые штуки, движение, ритм. Лучше давайте пропишем Stomp, который будет совпадать вот здесь с киком. Шикарно. У нас будет целая куча перкуссии. И вот этот звук будет первым. Да? А если так? Угу. Теперь вот этот перк расположить мы его можем. Перед вот этим клэпом. И вот здесь вот давайте сделаем на нем пробежечка. Control U. И он будет перекликаться с нашим треугольничком. Вот этим. А треугольник, в свою очередь, будет совпадать с клэпом. А вот здесь с киком. Ну и остался предельно сложный Chamis. Ну и самое главное правило расположения всех этих перкуссий, чтобы даже здесь видно, чтобы они не располагались все в одну кучу, где-то в одном куске. И чтобы они друг с другом перекликались. Как вот, например, вот эти. Ну и раз уж ты вот до этого места досмотрел, то, скорее всего, ролик тебя чем-то зацепил. И значит, остальные мои ролики тебе тоже могут понравиться. Так что предлагаю тебе прямо сейчас перейти под видео и подписаться на канал. Ведь если ты это видишь, я уже работаю над новым роликом. А чтобы его не пропустить, перейди под видео, нажми подписаться, нажми на колокольчик, сделай это прямо сейчас. А мы продолжаем. Теперь переименуем все, опять же, в правильные названия и тоже скинем на микшер. Я им даже тут раздал немножечко цветов. Теперь давайте соберем групповые каналы. Сначала инструменты. Потом, наверное, давайте сделаем low bass. То есть канал кика 808. И незамысловатый канал со всеми остальными ударными. Но еще у нас будет канал с реверберацией. Давайте сразу его сделаем. Vihala Vintage Ver. Пресет Fat Snare Hall. Потому что мне нравится этот пресет. И задерем ему Decay. И задерем ему срез снизу. И назовем его RVR. И зароутим тоже на канал с ударными. Потому что мы вот это все по чуть-чуть будем подкидывать сюда. Но перед этим давайте займемся обработкой инструментов. На этот инструмент так и просится Half Time, на котором мы выберем 1 четвертую. И сделаем микс 30%. И получается у мелодии сразу появляется второй слой. Тоже такой немножечко базовый. И они с фортепиано все равно друг другу не мешают. После этого закидываем сюда Vihala Shimmer. Потому что я хочу, чтобы этот инструмент был максимально большим. Concert Hall Mix. Mix, Mix, Mix. 10. Оптимально. И еще сделаем его чуть-чуть погромче. На пиано закинем RC20. Space. Немножко срежем вниз. Вот так как-то. Побольше срежем вниз. Побольше Space. Сюда я хочу добавить тоже Half Time. Только уже 1 бар. И... Нет, тоже 1 четверть. Тоже в районе 30%. И после этого Pancake. Это плагин, который вот такую панораму лево право лево право нам сделает. Единственное, микси мы чуть-чуть открутим. И довольно конкретно прижмем вниз этому инструменту. А вот этому инструменту прижмем немножко в серединке. А на этот инструмент просто кинем в Vintage World. Ну, почти идеально. Вот так, наверное. Просто, чтобы он тоже был максимально большим. Low Cut ему поднимем. Низ срежем вот так здесь. И убавим. На группу же инструментов, конечно же, отправляется Saturn 2. Куда же без него. Пресет, как обычно, CleanTube. Но все-таки перед ним поставим ProQ3. Прижмем немножко вниз. И вот эту область сделаем динамической. Теперь Saturn. Можно немножечко задрать вверх. Чтобы стало еще веселее, вместо G-клипа на мастер я повешу скетч-кассет. Вот Type 2. И немножко усиления. Вот как-то так. Чтобы уже были небольшие искажения, сейчас мы немножко убавим инструменты. Убавим бас, добавим кик. Вот как-то так, да. Еще я хочу немножечко расширить канал инструментов с помощью 1-стерео-контрол. Сейв бас включим и... Вот как-то так. Теперь сбалансируем ударные. Смысл баланса здесь в том, чтобы все инструменты на слух были примерно на одном уровне. И теперь можем поподкидывать их всех по чуть-чуть в ревер. Фанда Вин Чаймс я еще кину шиммер. Чуть-чуть, буквально капельку. На драмку можно кинуть притриду, потому что у нас же нет ее на мастере. А притриду кинуть все равно хочется. Так что просто... Ну не так. Вот так нормально. Теперь на некоторый ударный я закину стерео шейпер. Тысячу лет его не использовал. Стерео S2 пресет. На open head я его закину и на пару перкуссий. Ну то есть не на все, а именно чтобы просто создать какое-то такое ощущение очень большого пространства. То есть буквально вот сюда и, наверное, еще только на треугольничек. Еще можем весь DRM немножко расширить озоном и майджером. То, что ниже 200 условно расширять не будем. А здесь два бенда, стереоайз. Вот этот чуть-чуть, вот этот посильнее слушаем. Вот как-то, вот буквально капельку. Примерно так же мы поступим с нашим low bass. Все, что выше условных там 200, давайте 220 герц, повыше. Чтобы зазвучало чуть-чуть повеселее, добавим усиление на скетч-кассет. И буквально капельку сатурации. По-моему, уже шикарно. Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. Делаем split by channel и раскидываем это все сразу по плейлисту. К слову, мы вообще никак не занимались басом, так что давайте его включим. Его я тоже хочу расширить. Просто с low bass перетащим на него stereo и major и посильнее расширим. Чтобы сделать вступление более разнообразным, мы возьмем пианино. Сделаем паттерн уникальным и просто вот эти нотки, которые играются наверху, закинем в пианино. Вот эти нижние нотки в этом месте сделаем чуть потише, а вот эти, наоборот, чуть погромче. Чайми сделаем чуть потише и пэдим. Теперь добавим кучу всяких fx из майка жары. Я думаю, вот такого скромного наборчика нам хватит. Их я тоже все переименую и скину на микшер. Первый будет вот этот, мы его сократим. А вот крутанем и нормалайз включим, чтобы он быстро заканчивался. В этих, во всех fx много сайда. И на переходах это звучит круто, это добавляет еще больше объема, еще больше пространства. Следующим будет car crash. Мы его сократим. И аутом немножко. Вот сирена чуть-чуть пробивается. Вот так вот вообще не пробивается. Окей, вот это начало отрежем тоже и поставим вот сюда. В том месте, где у нас уже начнется основной паттерн. После вот этого момента у нас уже перестает играть вот этот синтовый бас. И будет играть 808. Давайте поставим сюда вообще все ударные. Но они будут играть у нас типа не с самого начала. 808 бас вот так обрежем. Кик точно так же. Когда у нас будет переход на следующий кусок, в котором тоже не будет вот этого баса. Здесь мы поставим давайте вот этот райзер. Почему бы и нет. В нем нужно открутить in. И опять же его довольно сильно убавить. И нужно, чтобы тут что-то бабахнуло. Пусть бы вот этот звучок, который называется стомпи. Как будто бы тональный. Давайте правая кнопка мышки Edit and Pitch Corrector. На Nokia A Sharp. На 400 центов сбрасываем. А если на 300? По-моему на 300 он лучше звучит. Убавляем. И крутим ему Out тоже посильнее. А давайте сделаем уникальным вот этот Car Crash. Еще сильнее его открутим. Еще чуть-чуть убавим. И он будет на стан-тан вот так играть. По-моему прикольно. И какой бы вжух сюда поставить. Давайте поставим вот этот вжух. Вот этот вжух. И поставим еще и Car Crash. И у нас будет снова кусок с вот этим басом. Нет. Лучше здесь будет звучать наверное стомпи. Да. А вот выход будет с помощью вот этого звука. Ему мы тоже sample start на этот раз откручиваем. И крутим in. И к нему точно так же добавим вот этот Convict. И бабахалку в виде Car Crash. И потом снова вот этот паттерн. Еще хочу поярче сделать фортепиано в начале. Вот в этот фрагмент наверное тоже мы сейчас все-таки закинем ударные. Только они будут у нас немножко обрезанные. Кик начнется вот отсюда. И все сократим вот так. И этот стомпи немножко надо убавить. Да. То что нужно. Давайте все это теперь шлифанем озоном на мастере. Почему бы не воспользоваться новым винтаж-лимитером. И каким-нибудь винтаж-эквалайзером. Что мы можем здесь убавить? Да. 300 герц чуть-чуть убавим. Аналог глю. И убавим только усиление. Как-то так. ARC 4. Минус 0.3. И тоже убавим усиление. Ну и напоследок. Самая-самая-самая главная фишка всего этого бита. Shift на хай-хет. Ну и вроде бы все готово. Чуть-чуть допиленный бит уже лежит в телеграм-канале по ссылке в описании. Обязательно напиши в комментариях детройт ли это? Понравился ли тебе этот бит? Пушка ли это вообще? Напиши обязательно. Ну и напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу, по новой школе и трэпу. От А до Я напиши мне ссылка в описании, чтобы узнать о нем подробнее и заказать. И обязательно, обязательно ставь лайк этому видосу, если он понравился, показался интересным. Или просто понравился биток. И обязательно подпишись на канал, если ты этого еще не делал. И жмакай, жмакай, жмакай по этому колокольчику, чтобы получать все уведомления. И на этом точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео. Если ты досмотрел вот до этого места, напиши в комментариях под этим видео, что бы ты изменил в этом видео, мне будет реально интересно почитать.